Не стихло еще общественное возмущение по поводу хищения саженцев Солей и Славы, как в Иванове произошел новый акт вандализма. На этот раз в сквере десантников. Выбили стекла у самолета Ан-2, сломали противотанковую управляемую ракету на боевой машине десанта. Оказалось, это дело рук подростков. В общественной организации «Союз десантников», которому принадлежит техника, решили шум не поднимать. Ну и ребенка, понимаешь, он зашел туда очередной сотый раз, наверное, до него еще сотни детей. И мне просто жалко было родителей. Его можно было в милицию сдать, родителям повесили бы, ребенка поставили на учет. Просто не хотелось ребенка испортить судьбу. Акт вандализма в сквере уже не первый. Бывало, что неизвестные срывали флаг России с флагштока, резали баннеры, оставляли надписи. А удивляет даже не разгром техники детьми, а то, что сделали они это в буквальном смысле на глазах у полицейских. Прямо за сквером располагается отдел полиции. Правда, стражи порядка еще в процессе переезда. Следить за сквером им некогда. Пусть так, говорят десантники, но можно хотя бы организовать видеонаблюдение. Соответствующую просьбу они не раз уже отправляли в городскую мэрию. Есть такая система «Безопасный город», которая все памятники города охраняется каким-то образом. Если какой-то товарищ подойдет к любому памятнику, хотя бы там откроет бутылку водки или поцарапает, он немедленно реагирует на это. А это мы сквером. Ноль внимания. Хотя вот постановление все есть. Последнее происшествие переполнило чашу терпения десантников. Мало того, что они своими силами организовали в 2010 году это место отдыха горожан, администрация не берет на себя ответственность даже по его уборке. Десантники регулярно проводят субботники, чтобы сквер не превратился в мусорный полигон. Мы провели в настоящее время два субботника. Первый, значит, осеннюю, весеннюю, все там сделали. А потом общий субботник, вообще российский субботник был. Нам город выделил 50 мешков и 30 пар перчаток. Огромное им спасибо за это. И думает, они совершили подвиг. И ветераны по 60 лет, приходят мужики, мы объявляем по своему сайту, оповещаем и приходим, сами убираем. Сами убираем. Но с другой стороны, это же памятник, сквер лично мне не нужен, лично другому не нужен. Мы заботимся о том, например, у нас душа радуется, когда там дети гуляют, гуляют с родителями на скамейке сидят, аккуратно, условия такие есть. Городской комитет по благоустройству отвечает только за территорию, на которой располагается сквер. По словам руководителя комитета, уборку этого участка производят два раза в неделю. А что касается техники, в администрации рекомендуют сделать ее антивандальной. Убрать стекла, чтобы нечего было бить, поставить решетки на окна самолета. Внешний вид пострадает, зато проблем с хулиганами не будет. Техника – это специфический все-таки вид, да, имущество. За ней уход нужен специальный. И никто лучше, как бы, ну вот как даже, для примера, у нас на аллее огнеборцев, которая сейчас переименована, да, ребята-имчестники, они просто-напросто все окна уже там закрыли у этой техники, чтобы никто туда не мог не залезть, ничего. Пожалуйста, ходите, смотрите, гуляйте, наблюдайте. Но уже уровень вандальности, способность к мандализму снижается. У Ивановского союза десантников другие планы. Технику убирать или изменять ее внешний вид они не хотят. Даже более того, мечтают о пополнении экспозиции. Но прежде чем воплощать смелые планы, нужно убедиться, что техника будет в сохранности. Обязать советское ОВД, которое сейчас переселится в здание наркоконтроля, то же самое, чтобы как-то смотрели и реагировали. Самая трудная же система создать. Бой система, она будет работать, а настоящего системы нет. Все думают, здесь десантники, они не бросят. Да, мы не бросим. Незадачу не выполняют, у нас девиз такой. Не бросим, что сделаем. Но хочется, конечно, создать систему. А чтобы с содержанием впредь не возникало проблем, есть идея. Попытаться включить Ивановский сквер десантников в состав парка «Патриот» Кубинки. Но это займет не один месяц. Главное, чтобы пока вопрос решается, горожане и взрослые, и юные бережно относились к тому, во что десантники вкладывают душу. Наталья Гутарина, Антон Осипов, Андрей Семеволков, РТВ Иваново.